Это был меч-огнемет, а теперь я соберу ракету с управлением бег и тяги, работающей на микроконтроллере Артуина. Буду делать такую же ракету, только немного поменьше. Ну и попробую использовать соосные бинты. Вот такие. Вот так выглядит 3D-модель ракеты. Получается нижняя часть ракеты управляет вектором тяги, как раз с помощью двух сервомоторов. Центральная часть ракеты, на которой крепится микроконтроллер, и так называемая головка ракеты. Вот она находится сверху. Распечатана 3D-принтера и нижняя часть ракеты, которая состоит из трех колец. Вот здесь у нас место для первого сервомотора и для второго сервомотора. Ну и к нижней части можно подключить как моторы с пропеллерами, так и твердотельные двигатели. Они тоже подходят отлично. Для этого проекта я использую Arduino Nano. Вот такую маленькую плату. И она уже со встроенным Bluetooth-модулем на борту. Также есть сенсор температуры, барометр, по которому можно определить уровень над землей. Ну и также, конечно, есть акселерометр и бироскоп для измерения наклона, угла наклона. Также существует российский аналог этой платы, плата искра. Она стоит дешевле, но, к сожалению, на борту нет Bluetooth-модуля, и его нужно будет припаивать отдельно. Также я сделал мобильное приложение, ракета для управления ракетой. Подключил сервомоторы к системе трех крылец. Пробуем в приложении сделать отклонение. Стоп, чтобы сбросить позицию. Ну и также поддерживать управление с джойстиком. Теперь попробуем провода от пробелера подключить контроллер оборотов. Подключаем аккумулятор. Так, дует в эту сторону. Значит, неправильно подключим. Меняем два провода. Так, попробуем второй подключить. Так, у первого пока один отцепим. Так, дует правильно. Возвращаем второй. На всякий случай. Заново отключим еще аккумулятор. Продолжение следует... Распечатал верхнюю часть ракеты и остальные детали. Сейчас с помощью отвертки попробуем все собрать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Держатель для аккумулятора... Облегченная версия... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так... Ну и верхняя часть ракеты... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Закрепил провода, теперь можем подключить ракету к компьютеру и залить прошивку. Компилируем скетч. Компилируем скетч. Так, первый график у нас наклон по оси Х. И второй по оси У. Также я использую фильтр Кальмана для того, чтобы сглаживать эти значения, чтобы не было шума на графике. Так, вроде работает неплохо. Теперь попробуем протестировать PID-контроллер. Вот у меня есть настройки коэффициентов PID для тестирования. Коэффициент P установим на пятерочку. Так, смотрим. Если ракету наклонить влево, двигатель вправо отклоняется. И наоборот, если ракету вправо отклонить, двигатель отклоняется влево. Из-за того, что коэффициент очень большой, сейчас двигатель резко отклоняется. И вот на графике можно увидеть. Один график – это уровень наклона. И второй график – это уровень отклонения сервомоторов. Так, попробую коэффициент уменьшить немного. Так. Выставим единицу. Впереди контроллера как бы пытаются скомпенсировать наклоны ракеты. Чтобы ракета могла левитировать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... ну все для первого видео я думаю этого достаточно и в конце я покажу как работает лица эффективно если у вас есть какие-то идеи пожалуйста пишите в комментариях всем спасибо и всем пока